Компания Arrivo приветствует вас. Меня зовут Иван. Сегодня я хотел вам рассказать, чем отличаются одни замковые устройства от других. Самый частый вопрос по замковым устройствам. Чем они отличаются друг от друга? Во-первых, все замковые устройства отличаются по максимальной нагрузке. Тяговой и статической вертикальной. Самыми распространенными замками считаются замки с нагрузкой 750 на 40 кг. Это замки фирмы Кнот и фирмы Алко. Это самые распространенные замки, которые устанавливаются на большинство легковых прицепов. Дальше замки есть помощнее. Нагрузка варьируется от 400 кг до 3,5 тонн. Во-вторых, все замковые устройства отличаются по способу крепления и по посадочному месту. Замковые устройства есть под квадрат, как здесь, например, квадрат 40 кг. А также замковые устройства есть под круглую трубу, как здесь. Диаметр трубы 50 мм. Также они отличаются способом крепления. Есть крепления вертикальные, как здесь. А также есть горизонтальные крепления, как здесь. Вот ширина. Значит, квадратные трубы тоже есть разные. Она есть 40, 50, 60. Диаметр круглой трубы есть 50, 60, а также 35 и 40. Ну и также замки отличаются по производителям. В основном применяются производители фирмы Алко и Кнот. По нашему мнению, немецкие замки намного качественнее. Рекомендуем их использовать. Нас часто спрашивают, как пользоваться замковым устройством. Показываю. Все замковые устройства современные имеют автоматический способ зацепления. Для того, чтобы вам зацепить прицеп за фаркоп, вам необходимо нажать курок и извести ручку до конца, до упора. Замок сейчас находится в открытом положении. Вам достаточно подкатить прицеп и насадить замковое устройство на фаркоп. Значит, как он закрывается? Когда шар попадает в это отверстие, шар начинает давить на вот эту часть замка, и замок автоматически закрывается. То есть, фиксировать дополнительно как-то сам замок, для того, чтобы он не отцепился, вам не нужно. Все замки данного типа должны смазываться консистентной смазкой. Смазка здесь обязательно. Еще хотели сказать, что для замковых устройств есть несколько аксессуаров. Первый аксессуар – это замки от угона. Вот ключик от угона. Шарик. И противогонное устройство. И второй вид аксессуара – это наконечники. То есть, черный есть красный. Которые защищают ваш бампер от сколов, от царапин, от трещин. Сейчас я расскажу, как с ними пользоваться. Значит, первое противогонное устройство состоит у нас из вот такого ключика, который вставляется в замочную скважину замка. Вот он работает совместно, используется совместно вот с этим противогонным шариком. Значит, как они работают. Тогда, когда вы прицеп оставляете на стоянке без автомобиля, вы используете и шарик, который вот закрывает нишу для шара фаркопа, и вот этот замочек. Вы закрываете замочек, и у вас блокируется вот этот крок. То есть, у вас нельзя открыть замковое устройство, и, соответственно, нельзя насадить замковое устройство на какой-либо штырь. То есть, прицеп у вас закрыт. Это первый способ. Второй способ, когда у вас прицеп зацеплен за автомобиль, вы используете только сам замочек. Вот этот шарик не используется. Он хранится у нас в клопачке от ТСУ. Хочу сказать, что вот этот замочек вы не используете тогда, когда вы едете на автомобиле. Если вы попадете в дождь, либо в пасмурную погоду, то он может испачкаться, и у вас сблокируется. То есть, вы не сможете засунуть ключик и не сможете отцепить прицеп. Второе противогонное устройство используется вот таким образом. Вот так вот одевается на сам замок вот такое устройство. Сверху оно закрывается скобой. Оно может использоваться только тогда, когда прицеп отцеплен от автомобиля. Вот, но степень защиты средняя. В любом случае, чтобы открыть тот или иной замок, потребуется какой-то инструмент. Вручную открыть тот и тот и первый, и второй замок невозможно. Надо всегда помнить, что они полностью не защищают от угона. Так будет лицепт. Спасибо.